Меня зовут Павел, родился я в Минске, я живу в Минске, я работаю в Минске. Как Вадим уже сказал, когда-то в 2009 году мы впервые провели здесь эту самую конференцию. Вадим спросил, по-моему, не помню, спрашивал или нет, по поводу того, был ли кто-то вообще на первой. Просто интересно. Ну, мало рук на самом деле. Ну, наверное, про это сегодня будет последний доклад, что поколения начинают сменяться. Тем не менее, продолжайте приходить. Действительно важное мероприятие для вашего развития. Работаю я в компании Lovato. Я ее основал со своими партнерами. Я работаю с момента ее основания техническим директором в этой компании. Занимаемся мы всякими разными штуками. Мы прошли большой путь от классической веб-студии до поставщика сервисных решений. Сегодня мы работаем в сфере интернета вещей, в сфере sharing economy и в сфере медтеха, в котором в том числе запустили собственный продукт. И большинство из вас, сидящих в зале, на самом деле в той или иной мере пользовались в вебе продуктами нашими или наших партнеров, к которым мы приложили руку. Сегодня я вам расскажу про очень важную новинку в CSS, которая появилась в принципе в этом году. Хотел бы сразу спросить, кто-то уже пробовал, вот уже почти год прошел с момента массового внедрения переменных, кто-то уже пробовал их использовать в продакшене или хотя бы в качестве экспериментов каких-то? Как впечатления? Окей, хорошо. Сегодня мы поговорим про переменные, попробуем разобрать все нюансы, аспекты, как их можно применять уже сейчас, на что стоит обращать внимание и так далее. Но прежде мы затронем тему припроцессоров. Собственно говоря, хотел бы, наверное, ну, наверное, будет верным утверждение о том, что без припроцессоров действительно жить сегодня тяжело, особенно на больших проектах. Ой. Главное, что не в окно. Все живы? Окей, продолжаем. Значит, все, все живы, я здесь. Значит, собственно говоря, в любом случае припроцессоры это такая штука, это мета языки. У них задача, на самом деле, основная состоит в том, чтобы появиться, создать некий вектор развития тем технологиям, для которых они являются настройкой. Эти технологии должны перенять все лучшее, ну, а этот мета язык должен со временем просто исчезнуть. Наверное, одна из самых ненавистных вещей для всех – это ожидание, правда? Ведь мало какие вещи мы любим ждать. В том числе мы не очень любим ждать сборку проекта, правильно? За почти 10 лет, за которые мне приходится собеседовать людей на разные позиции в моей компании, на вопрос, что же вас привлекает в вебе, почему не десктоп, почему не мобайл, самый основной ответ состоит в том, что, по крайней мере, он раньше состоял в этом, в вебе не приходится ждать. Мы что-то пишем и сразу видим результат работы кода в браузере. Поэтому препроцессоры, как я уже сказал, они рано или поздно вынуждены будут уйти, тем более, что переменная – это, пожалуй, одна из самых таких востребованных вещей в препроцессорах, которая уже появилась в нативном виде в браузерах. С целью вообще проверить свою позицию, свое мнение, я провел небольшой опрос в Твиттере в мае этого года, приняло участие в нем порядка 700 респондентов, и, в принципе, мои догадки подтвердились о том, что переменные являются наиболее востребованной фичей в препроцессорах. Но преимущества от использования переменных очевидны в целом. По большому счету сегодня переменные – это основа любого правильно сконструированного проекта. Каждый первый учебник по препроцессорам начинается с переменных, с объяснения того, как они работают, что с ними делать. Основные их преимущества, в принципе, очевидны. Давайте проговорим еще раз. Во-первых, это модульность. Они помогают нам сделать наш код более порядочным. За счет хранения… Они позволяют сократить наш код за счет хранения повторяющихся сущностей в единственном экземпляре. Хорошо определенные переменные вообще позволяют, вообще выступают в роли стайл-гайда проекта. Есть, в принципе, два основных момента, когда можно говорить о том, что переменную нужно заводить. Ну, во-первых, когда переменная встречается… Когда некое значение встречается у вас в коде два и более раз. Когда вы знаете, вы уверены, что это значение в будущем может изменяться. Ну, а если это значение при этом еще подпадает под один из этих типов, то, в принципе, вы можете смело заводить переменную и работать с ней. В любом случае, как и в любом деле, в любом подходе, нужно соблюдать некий разумный баланс, чтобы переменные не стали таким адом для вас. К моему удивлению я выяснил, что первый запрос в WTC на переменные произошел в далеком 98-м году. И вот эти долгие 18 лет мы ждали их появления в CSS, в языке, который браузеры читают. За это время они успели появиться и умереть в 2008 году в Safari. Они успели появиться и исчезнуть в Chrome. Потом они появились в Firefox и снова появились в Chrome в начале этого года. И, собственно говоря, получили уже широкое распространение. На текущий момент основными преимуществами переменных, именно нативных, являются следующие. Во-первых, в отличие от припроцессорных переменных, во-первых, они живые, они динамичные. Они живут в браузере, они доступны для чтения, они доступны для изменения, в отличие от переменных припроцессорах, которые в момент сборки вашего кода исчезают, просто-напросто растворяясь в вашем коде. Во-вторых, переменные за счет того, что живут в браузере, живут в доме, они ограничены областью видимости этого узла, они каскадируются, наследуются до самого последнего узла, выбранного узла дом-дерева. Поэтому вы можете делать с ними очень многое и даже не поздревайте, насколько многое. Попробую вам показать сегодня. Переменные в CSS существуют одновременно как бы в двух сущностях. Первая сущность — это пользовательское свойство, которое имеет специальный префикс из дайного дефиса или знака минуса, даже не знаю, честно говоря. И вторая часть — это функция CSS, которая связывает идентификатор со значением. Что важно знать об особенностях переменных CSS? Во-первых, в отличие от переменных, точнее, в отличие от обычных пользовательских свойств, вот эти кастомные пользовательские свойства, как они правильно определены в спецификации, они регистрозависимы. Поэтому помните об этом и будьте осторожны. Во-вторых, значением переменной может быть любая допустимая лексема. Если лексема недопустимая, как в данном случае, или если ее значение не подходит к выбранному свойству, у нас происходит ошибка. В случае, когда происходит ошибка, значение свойства сбрасывается до дефолтного. То есть в нашем случае для бэкграунда дефолтное значение — это transparent. Но вот обратная ситуация допустимая. То есть, в принципе, вот так работает. Что с поддержкой? В принципе, все очень хорошо, достаточно хорошо. Ну, понятное дело, кто в отстающих, но на самом деле ребята стараются. Буквально в начале сентября… Ой, извините, поторопился. В начале сентября было объявлено о том, что команда Edge тоже работает над этим. Мы к этому вернемся позже. Значит, но тем не менее для тех браузеров, которые все еще не имеют поддержки переменных CSS, можно использовать костыль. Вот этот молодой человек постарался для вас, создав экосистему для создания костылей. Этот костыль называется CSS-CSS-Variables. Он работает по принципу, похожему на принцип припроцессорных переменных, но с существенными важными отличиями в лучшую сторону. Во-первых, он может создавать… Он может сохранять как вашу нативную переменную, так и создавать статический фоллбэк. Во-вторых, он работает там, где, например, припроцессоре тот же SAS спотыкаются, например, в медиавыражениях. Ну и в-третьих, в отличие от припроцессоров, данный плагин, он позволяет, в принципе, получить какой-то более-менее человеческий способ взаимодействия CSS и JS, создавая объект с картой переменных. Как же работать с переменными? А, нет, здесь еще такой момент. Значит, что касается фоллбэка, это можно делать либо вручную, либо делать, собственно говоря, с помощью этого плагина. Выглядит это следующим образом. То есть сначала мы определяем… Ну, классический способ CSS. Сначала мы определяем значение статическое, и в дальнейшем мы указываем значение динамическое. Соответственно, браузеры, которые работают с переменными, они будут их использовать. Вот, собственно говоря, это тот самый инфоповод, который заставил меня поменять слайд в моей презентации еще к конференции в Екатеринбурге, к Frontox, на которой я рассказывал этот доклад. Ребята из команды Edge обещают, что с вероятностью в 99% переменные появятся в ближайшем релизе Edge. Ну, будем надеяться, скрестим пальцы. Область видимости — это одна из самых главных штук, которые позволяют нам использовать всю мощь переменных CSS. Давайте поговорим о ней. Значит, глобальная область видимости объявляется в переменных в CSS-переменных с помощью корневого псевдокласса root. То есть в отличие от припроцессорных переменных вы не можете просто переменную держать вне селектора. Она не существует вне селектора. Это, собственно говоря, абсолютно аналогичный способ дживоскриптовому для поиска корневого селектора в гипертекстовом документе. Конечно, можно воспользоваться было бы и таким вот образом, но отличие в том, что если вы будете работать с разными типами гипертекстовых документов, то, например, для SVG такое не сработает, потому что SVG имеет другой корневой элемент. Это будет непосредственно tag SVG. Поэтому используйте тот способ для определения глобальных переменных, который предусмотрели авторы спецификации. Значит, объявление локальной переменной, то есть ограничение области видимости, аналогично абсолютно препроцессорам. То есть мы объявляем локальную переменную, ограничиваем ее область внутри конкретного взятого селектора. Также в переменных CSS область видимости может быть ограничена как псевдоклассом, так и медиавыражением. Есть еще один интересный способ ограничения области видимости. Такой псевдокласс-хост — это что-то типа рута для Shadow DOM, для веб-компонентов. И на текущий момент, по большому счету, почему вообще переменные получили такой быстрый скачок в начале этого года? Потому что это связано с изменениями спецификации Shadow DOM. Из Shadow DOM 1 был убран комбинатор DIP. И, собственно говоря, переменные сегодня остались единственным способом, единственной возможностью достучаться до вашего элемента в доме закрытого узла веб-компонента. Синтаксис. Синтаксис вызвал бурю негодования, когда был зафинальный именно такой вариант. Кому-то нравится такой вариант, который у нас в препроцессорах, или кому-то нравится вариант все-таки переменных нативных? Вот в препроцессорах кому больше нравится? А кому-то понравился вариант в переменных? Ну да, толком на руке не вижу. Но суть в том, что на то есть причины. Во-первых, самый простой ответ, почему синтаксис не соответствует синтаксису переменных при процессорах, заключается в том, что переменные CSS — это не переменные. Это пользовательские свойства. Это такие свойства, которые определяются просто пользователем. И, собственно говоря, авторы спецификации, а это Табаткинс и Дэвид Глазман говорят о том, что если бы они использовали нотацию с долларом, это вызывало бы не совсем корректные ассоциации с языками программирования, с переменными в языках программирования и с макросами в препроцессорах, коими являются переменные в препроцессорах на самом деле. Во-вторых, именно такой синтаксис позволяет сделать возможным переменную в виде допустимой лексемы CSS, которая не предполагает, например, частичную замену строк. Во-вторых, объявление только на правой стороне декларации являлось бы не очень уместным, опять же, ограничением для полноценных переменных или макросов. Ну и третий, необходим был некий нативный способ для фуллбека в случае, когда переменная по какой-то причине не объявлена, но при этом она вызывается в компоненте. И вот Табаткинс в целом объяснил это тем, что действительно это не совсем переменные, это именно пользовательские свойства. Для удобства я в дальнейшем продолжу называть это переменными, эту сущность, но тем не менее авторы спеки не оставляют надежды на то, что в будущем появится что-то более масштабное, более похожее на переменные, и вот этот вот синтаксис в том числе зарезервирован на этот случай. На самом деле авторам спеки нравится синтаксис препроцессоров, они сами его любят использовать в скриптовых каких-то сценариях, но тем не менее был выбран в том числе еще и вариант, который соответствовал бы нативным грамматике и пунктуации, так называемом в CSS. Например, объявление переменной с помощью префикса это не что иное, как по сути вендорный префикс, просто без указания вендора в серединке. А вызов переменной это не что иное, как функция CSS, которая применяется в случае, если нам необходимо вызвать некое вычисляемое значение. Перейдем к каким-то более практическим таким примерам, и наиболее яркий пример преимущества переменных, использования переменных нативных от переменных препроцессоров состоит в том, что, как я уже ранее сказал, в чистом виде переменные препроцессоров не работают внутри медиавыражений. Давайте посмотрим подробнее. Давайте представим, у нас есть некий блок, у которого есть некие отступы, некие марджины, гаторы, которые должны зависеть от того, насколько большой вьюпорт, на котором этот блок появился. То есть мы на маленьких экранах хотели бы видеть один гатор, на больших экранах хотели бы видеть его увеличение, допустим. В нотации CSS, несмотря на то, что она выглядит несколько более многословной, чем нотация препроцессоров, этот код можно записать следующим образом. Мы просто выносим значение гатора в переменную и переопределяем это значение внутри медиавыражения. Все просто. Давайте попробуем переписать этот же пример в синтаксе препроцессоров. Это не сработает. Это не сработает по одной простой причине, потому что препроцессоры, в частности SASS, в принципе не работают с переменными внутри медиавыражений. Есть, конечно, некие ухищрения для того, чтобы это решить. В первую очередь это возможность использования Миксина и карт переменных. Второй вариант, возможно, это использование плейсхолдеров и интерполяций. Третий вариант — это просто писать вручную все варианты переменных во всех вариантах медиавыражений, во всех ваших брейкпоинтах, что, собственно говоря, конечно, не самый лучший вариант, поэтому эта задача решается легко в нативных переменных, решается сложно в переменных препроцессорных. С препроцессором вам придется писать гораздо больше кода. Наследуемость — это одна из важных штук, одна из, наверное, с одной стороны, недооцененных штук в CSS. Мы последние 10 лет уходили от каскада, наследуемости, все привыкли к BEM и его вариациям. Но тем не менее, с появлением нативных переменных стоит снова вернуться к этой теме и взглянуть на нее по другим углам. Представьте, у вас есть некая кнопка, которая должна изменить свое состояние или поведение. Ну, например, она должна поменить свой цвет, цвет заливки, в случае, если она попадет на другой фон. Ну, например, на черном фоне кнопка должна стать контрастной и беленькой. В случае с привычным подходом в CSS у нас был бы весьма жесткий код. Давайте посмотрим, как это выглядит с переменными. Значит, мы просто вносим значение нужное, которое нам необходимо переопределить в переменную, и при определенном условии, в данном случае при добавлении некого класса модификатора, мы изменяем это значение. Есть способы отмены каскада, потому что все-таки каскад тоже должен быть управляемым. Не существует на текущий момент способа, который мог бы сбросить переменные. Существует возможность отмены каскадирования переменных внутри определенного узла дом-дерево. Как я говорил раньше, переменная ограничена узлом и каскадируется до последнего потомка. Так вот, если в одном из потомков использовать свойства initial, то в дальнейшем эта переменная не будет каскадироваться, и все свойства, которые запрашивают эту переменную, не получая ее, будут применять к себе дефолтное значение. Есть вот такой способ, который в принципе отменит все перемены, но он очень специфичен. Будьте осторожны с его использованием. В данном случае вот эта вот запись, она отменит в принципе вообще все ваши перемены. Единственный способ, который останется вам для работы с переменными, это только локальные переменные. Возможно, этот сценарий где-то и может использоваться, но тем не менее имейте в виду, как это работает. Многие, конечно, могут удивиться, что ну как же так, каскад, каскад, ну не надо. Нет, давайте все-таки посмотрим, почему надо. В паратигмах объектно-ориентированного программирования есть такой принцип открытости-закрытости, который говорит о том, что программные сущности должны иметь возможность изменять свое поведение без изменения программного кода. Давайте посмотрим на тот же пример с кнопкой, но переписанные в классическом варианте. В данном случае мы используем обычный селектор потомка. И это достаточно жесткое объявление изменения, которое трудно, порой может быть трудно изменить в неком отдельном случае, когда эта кнопка вот в неком блоке не должна все-таки применять это значение к себе. В случае с использованием переменной мы делаем абсолютно то же самое, но здесь разница достаточно тонкая. В примере с переменной кнопка как бы говорит о том, что я буду слушать некие значения, которые могут прийти ко мне, и в случае, если я его получу, я могу его применить к себе. Ну а некие блоки, они могут своим потомкам давать инструкции о том, какие значения имеют какое состояние для данного блока. Ну и потомки уже потом решают, что с этим делать всем. Поэтому использование каскадирования сейчас в CSS с использованием переменных это достаточно хороший способ, который на самом деле немножко ломает мозг, особенно если вы долго работали с BEM, но это однозначно стоит попробовать и убедиться в том, что это достаточно хорошая альтернатива BEM. Вы, наверное, обратили внимание, что в данном примере у меня был второй аргумент при вызове переменной функции переменной. Это же не что иное, как фоллбэк. Работает это следующим образом. Во-первых, если говорить об объявлении пустой переменной, это записывается буквально. Мы просто не передаем никакого значения, потому что если вы передадите пробел, это будет воспринято как значение. Как я уже говорил, если значение не может быть применимо к какому-либо свойству, оно просто сбрасывается до дефолтного. Уже знакомое вам свойство initial. Это, наверное, тот способ, которым я рекомендовал бы задавать пустые переменные, которые изначально не должны иметь значений, но вы хотите с ними работать в дальнейшем динамически с помощью JavaScript, например. Есть такой вариант. Это тот же самый пример, переписанный несколько иным способом, который позволяет нам фоллбэк держать не локально вторым аргументом нашей переменной, а держать, например, все фоллбэки в одном месте со всеми вашими переменными. То есть где-то будет удобен первый случай, где-то будет удобен второй случай. Переменные достаточно неплохо, удобно использовать при, например, интернационализации ваших интерфейсов. Представьте, вам необходимо, чтобы кавычки в зависимости от языка нашего интерфейса были либо английские двойные, либо классические французские елочки, которые применяются в русском языке. Для того, чтобы реализовать эту штуку, мы можем опираться на наличие атрибута ланг. На наличие атрибута ланг, принимая значение этого атрибута, мы можем выбирать, какой вид кавычек применять в нашем интерфейсе. В данном случае это выглядело бы следующим образом. Мы просто объявляем дефолтное значение как глобальную переменную, и в случае в зависимости от того, что нам приходит в этом атрибуте, мы можем применять либо французские елочки, либо английские двойные. Одна из самых мощных штук при использовании переменных — это использование вычисляемых значений. Давайте представим. Мы хотим, чтобы наша типографика, размеры шрифтов, например, или какие-то отступы зависели от высоты строки. Например, при полуторном значении, обратите внимание, что значение без конкретной единицы измерения, что является синтаксически корректным для свойства line-height. Хотим, чтобы при значении 2 у нас увеличивался марджин у нашего, например, параграфа. Как мы это запишем? Мы, во-первых, вынесем это значение как динамически изменяемое в переменную. В дальнейшем мы заведем специальную переменную для вычислений. Почему так стоит сделать? Потому что в случае, если мы будем вычислять необходимые нам значения в каждом отдельном случае применения, то рано или поздно вы столкнетесь с проблемой производительности. Поэтому гораздо лучше, удобнее и проще вычислить значение один раз и уже в дальнейшем применять его в нужных местах, имея некое вычисленное значение. Переменные предоставляют возможность работы с SVG, которые в принципе не предоставляют препроцессоры. Давайте посмотрим. Во-первых, вы можете использовать переменную прямо внутри SVG, объявляя свою глобальную область видимости именно внутри самого объекта SVG. Второй вариант. Вы можете работать с переменными на глобальном уровне всего HTML документа, и они будут каскадироваться внутри SVG в силу того, что SVG будет являться частью общего дом-дерева вашего документа. JavaScript — это вторая штука, которая делает переменные по-настоящему крутыми, потому что препроцессоры предоставляют какой-то просто адский способ, в частности SAS, адский способ для того, чтобы работать с переменными. В спеке переменных была специальная API, которая, к сожалению, была убрана из финального варианта, но авторы сказали, что, в принципе, это было сделано в силу того, что ищется более крутой вариант, скажем так, для взаимодействия CSS и JavaScript. Но, тем не менее, не отчаивайтесь. Вы можете продолжать использовать стандартное классическое API CSS style declaration в силу того, что переменные — это все те же классические свойства, просто определенные пользователям, как я говорил изначально. Поэтому мы можем их получать, задавать и удалять. Здесь есть маленькая демка. Сейчас посмотрим, если получится ее запустить. Это пример немой, но пример, хорошо показывающий работу переменных. Смотрите. У нас есть некая сеточка из плиток, и у нас есть настройки этой сетки, настройки, по сути, интерфейса. Все, что делает здесь JS, он лишь читает наши контролы и передает значения, которые мы сдаем через контролы, внутрь переменных. Смотрите, хотим поменять цвет. У нас меняются цвета. Хотим изменить вообще масштабирование интерфейса, который будет зависеть от некого базового значения, от которого пропорционально изменяются все прочие значения, такие как отступы, внешние отступы, поля, размер шифта и так далее. Напоминаю, все, что делает JavaScript, он просто меняет значения переменных. Можем поменять количество колонок. Можем отдельно задать размер отступов, который в том числе будет вычисляться на основе дефолтных значений, но накладываться будет кастомное значение отступа. Ну и так далее. Подключить переменные в вашей стиле сейчас очень просто. Во-первых, вы можете использовать оператор RedSupports, который позволит вам писать сценарии по двум путям, по пути прогрессивного улучшения, либо по пути плавной деградации. Единственное, что вам стоит учитывать, что если в вашем стеке браузеров находится ИЕ, то RedSupports использовать не удастся, потому что и экранировать таким образом ваши правила с переменами в силу того, что RedSupports просто-напросто не поддерживается в ИЕ. Он поддерживается только с Edge. В JS тоже есть классический способ проверки и поддержки переменных. Опять же, мы просто проверяем наличие свойства, которое просто прификсовано. Есть пара рекомендаций, которые я хотел бы дать для тех, кто попытается использовать переменные прямо сейчас. Во-первых, это объявление глобальных переменных сугубо в середоклассе root. Никаких HTML и прочего. Второе, это используйте обязательно фоллбэки. То есть в случае, если вы не предусмотрите некий фоллбэк, то помните, что браузер просто применит дефолтное значение и не факт, что оно будет подходить вашему случаю. Третий момент, это экранирование свойств с помощью медиавыражения supports. Старайтесь вычислять ваши значения, динамические значения однократно и применять уже в нужных местах интерфейса вычисленные значения для того, чтобы не столкнуться с проблемами производительности. Используйте initial для сброса свойств на локальном узле для того, чтобы потомки, например, не принимали значения, если в этом нет необходимости. За последние шесть месяцев, примерно с момента, когда над переменными стали все активно экспериментировать, появилось несколько интересных кейсов по использованию переменных. Например, Джей Карчибальт из команды DevRel Google Chrome придумал способ, по которому вы можете контролировать загрузку ваших CSS-файлов за счет того, что одни переменные слушают наличие других переменных в ваших стилях. Leaviru придумала способ автопрификсования ваших свойств с помощью переменных. И самое последнее, самый свежачок — это способ Романа Комарова по сути условных операторов с помощью всей среды переменных. Там адский просто синтаксис, адский нечитаемый код, но тем не менее он все эти примеры, в том числе и последний, демонстрирует, что переменные — это что-то совсем новое, возможности которого мы пока еще до конца не осознаем, это будет развиваться, и это достаточно сильно изменит подходы к верстке в целом. Вот это тот самый молодой человек, которому мы все должны быть благодарны, за то, что он эту тему подхватил, продвинул и довел до реализации для нашего с вами счастья всеобщего. Это, пожалуй, все. Время мое истекло. Я готов выслушать ваши вопросы, готов пообщаться с вами за пределами доклада. Рассказать есть много что, но время сильно ограничено. Спасибо. Смотрите, ребята, у нас есть микрофон, и в него нужно задавать вопросы. Если вы хотите задать вопрос, поднимайте руку, я вам даю микрофон. Я бегаю быстро, кидаю метка. Окей. Привет. Спасибо за доклад. У меня три коротеньких вопроса. Первый вопрос. Если мне нужна переменная с словом initial, я могу как-то заэкранировать это? Нет, это часть спецификации CSS. А, в смысле, все, понял. То есть не значение переменной, а непосредственно название переменной. Нет, значение initial мне нужно для чего-то там. Окей, ну initial имеет свое предназначение в самой спецификации. Это сброс значения, свойства которым оно применяется до дефолтного. Ну, например, через свойство all, которое применят внутри селектора ко всем свойствам CSS, дефолтное значение. Поэтому, ну нет. Ладно, понял. Второй вопрос. Если у меня будет два CSS файла, и в каждом я напишу root, color, равен чему-то, то в зависимости от того, в какой последовательности они загружаются… Работает классический каскад CSS. Они перекроют. Да, то есть если мы будем работать, например, если мы будем асинхронно подключать CSS-ники, динамически, например, в хэдде, у нас, естественно, сработает сначала тот CSS, который загрузится первым. Если вторым загрузится второй, и там будет такой же вес селектора, то он его переопределит как последний, имеющийся в коде, скажем так. Я имею в виду, что вот, допустим, в проекте много CSS-файлов, и какой-то один разработчик назвал переменную у Вася, да, а какой-то другой разработчик там тоже назвал ее и случайно перекрыл эту первую переменную, и я узнаю, у меня все перестанет работать. Как я об этом узнаю? Ну, ты увидишь, собственно говоря, что переменная перекрылась. Здесь есть такой вариант, что, ну, во-первых, нейминг – это, в принципе, одна из двух сложных вещей в computer science, да, что называется. Поэтому я, например, в прошлом году рассказывал про CSS-модули, там этот вопрос решается, например, на уровне селекторов, да. А для переменных, для автоматизации такой штуки пока никто не сделал, но you are welcome. Я думаю, пост CSS в помощь, и можно что-нибудь подобное придумать для контроля, ну, пространства имен переменных, скажем так. Но пока я не встречал подобного решения. Спасибо за доклад. Меня еще интересует такой вопрос. А как же нативная, недооцененная, как бы переменная current color? Вот вы говорили, что освещение нельзя использовать, как бы переменные от припроцессоров, но через current color мы уже как бы можем передавать какие-то цветовые значения? Ну, эта переменная, она имеет достаточно ограниченное использование, да, она лишь наследует от родителя, она наследует значение от родителя, собственно говоря, да. Если нам нужно получить значение откуда-то из другого места, то внутри SVG с переменами припроцессоров или с помощью нативного current color мы этого сделать не сможем. То есть SVG файл должен быть обязательно потомком того узла, от которого нам необходимо принять это значение. Если он будет не подонком, а хотя бы там одноуровневым элементом, то все, мы не передадим это значение. Спасибо за доклад. Я хотел уточнить, может, что ты не понял. Ты говорил, что получается там, где мы используем кальк, лучше это тоже выносить в переменную, чтобы это припросчитывалось, да. Какой профит от этого? Значит, во-первых, есть такая общая рекомендация, которая состоит в том, что лучше всего работать с данными, а не со значениями, да, то есть лучше вычислять числа, с ними проще работать, а потом присваивать им единство измерения. Кстати, я совсем забыл в процессе рассказа, там был пример, я сейчас тогда вернусь к нему. Совсем-совсем забыл. Вот, собственно говоря, вот этот вот способ, единственный возможный способ, при котором вы можете числовому значению присвоить единицу измерения. То есть просто дописать после вызова функции там пиксели, эмы или еще чего-нибудь не получится, потому что парсер браузера отработает это как два значения, разделит их пробелом, и вы получите неприменимое значение. Поэтому если вам нужно число конвертнуть в единицу измерения, то это делается с помощью кальк. Умножаем на единицу, нужны единицы измерения. Спасибо. 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 Спасибо.